Плохая погода не помешала празднику. Второй день в Цивильском районе работает ярмарка. Уже несколько столетий она не меняет своего местоположения, но слегка подверглись изменениям традиции. В этом году специально к ярмарке приурочили и районной окотой. Сегодня в Цивильске побывал глава Чувашей. На Цивильской ярмарке можно не только посмотреть, но и приобрести эксклюзивные подделки местных мастеров. Разнообразную домашнюю утварь, скот. Все время работы ярмарки работает выставка продажи изделий народных умельцев. Много народу показывают свои достижения, все довольны. Я приехала на родину из Белгородской области и специально приехали с сестрами на ярмарку. Это мне напоминает мое детство. Карусели, глиняные фистульки и остальные изделия народных мастеров, матрешки. Очень мне напоминает. И в мое детство я очень довольна. В Цивильском районе стараются сохранить историю. Традиционные для Чувашей предметы быта и труда разместились в этнографической деревне. Тут же можно угоститься национальными блюдами. Как всегда на ярмарке много развлечений и для детей. Ярмарки в прошлом были одним из важнейших событий в общественной жизни. Люди могли обмениваться новостями из отдаленных регионов. Приезжали купцы и музыканты. Таким образом, ярмарка была еще и развлекательным центром для людей. Совместили в этом году Тихвинскую ярмарку и Акатуй, которая отмечается в районе 80-й раз. На праздники отметили лучших из лучших цивилян. Также были вручены государственные молодежные премии по итогам 2013 года и сертификат участникам ведомственной целевой программы поддержка начинающих фермеров. В 2014 году Тихвинская ярмарка на этой площади проходит в последний раз. В ближайшее время в Цивильске достроят дорогу и дамбу. Место выберут новое. Однако традиция проводить ярмарку сохранится. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.